Восемьдесят пятый год, перестройка, первые шаги в направлении объединения с Западом. Было создано такое советское, как сейчас помню, американское предприятие совместное, диалог с неясной абсолютно функцией. Тем не менее, организация стала бурно расти на том финансировании, которое обеспечила американская сторона. Соответственно, им потребовался главный архитектор, и я был приглашен на эту должность. Диалог получил бурный старт в какой-то момент, к девяностому году, спустя три года. Там уже работало почти 600-700 человек, и это были компьютерные люди, это были продажники, это были физики, математики. Короче говоря, идея диверсификации разных бизнесов, она наконец-то, потому что долгое время они отбивались, а потом, значит, вот эта вот идея возобладала, и стало ясно, что вот каждое направление может стать некой самостоятельной единицей. Таким образом, в девяносто первом году была зарегистрирована компания АБД, к тому моменту нас было там около шести-семи человек, вот, и мы занимали определенное пространство в здании на Старопанском переулке, и, собственно говоря, у нас было аж целых три комнаты маленькие. Естественно, мост-проекты были настолько, так сказать, мощные, крупные и сильные, что там выйти на, так сказать, вот такой уровень уже объемной архитектуры было сложно. Но, скажем так, это была целью, и эта цель к девяносто пятому году, она уже стала, так сказать, реализовываться. Мы начали работать в Москве. Ну, первый дом, который мы построили, это девяносто девяносто первый год, это Большой Афанатский переулок, студия ABC News. Начинали мы, естественно, и работали с интерьерами, работали мы с западными клиентами, вот, и делали офисы, и делали квартиры. И делали, так сказать, вот, ну и совсем там немножко была объемная архитектура. Но постепенно это, так сказать, начало меняться, вот, и где-то с девяносто, там, четвертого девяносто пятого года мы уже начали, так сказать, заявлять о себе уже на архсоветах в Москве. Мы сформировали, ну, как, прошли, там, реальный путь, там, любого начинающего архитектора, который работает с интерьерами и пытается делать объемы, да, то есть, там, первая развилка, значит, продавать мебель, не продавать, ну, вот, ну, то есть, как-то быть связанным с этим процессом или нет. Значит, мы скажем, что нет, мы этим не будем заниматься, а будем заниматься архитектурой, интерьером и проектированием. Вторая развилка крупная тоже была в девяносто пятом, где-то девяносто шестом году, и это работа с инженерами, то есть, брать в штат инженеров, конструкторов и инженеров по системам или нет. Мы решили, значит, попробовали и взяли, сделали совместное предприятие с английским бюро инженерным. Ну, через два года мы поняли раз и навсегда, что, как орел свиньи, не товарищи, как, короче говоря, так сказать, разошлись, и больше никогда в нашу, там, бизнес-модель бюро инженеры, конструкторы, значит, не входили, как производственная единица. Мы всегда говорили, что мы коммерческие архитекторы, то есть, мы занимаемся архитектурой, работая с девелоперами, не ставя перед собой задачу, значит, создать там памятник архитектуры, оставили задачу сделать, ну, качественный продукт, который обладал бы, там, хорошей капитализацией, быстрой и, там, серьезной, и который бы отвечал на те задачи, которые ставят перед собой девелоперы, там, клиенты и прочее. Соответственно, было два основных направления, это торговля, ну, то есть, ритейл, и мы много построили, много работали и продолжаем работать в этой области, и общественные здания. Значит, вот, ну, как бы, современная ситуация, там, два-три года назад она началась, это транспорт-пересадочные узлы еще, так сказать, как квинтэссенция вообще всего. Белая площадь, почему она еще и очень известна? Тем, что у нее, так же, как и у метрополиса, между прочим, ну, практически абсолютный рекорд по стоимости, по уровню капитализации объекта. Часто архитекторы об этом не думают, а многие девелоперы, с которыми мы общались, работая над коммерческими объектами, там, основной лейтмотив был такой, что вы сделаете, пожалуйста, грамотную вещь, которую можно было построить, которая бы, там, имела хорошую капитализацию, а памятники будете себе на кладбище строить. Ну, вот, пожалуйста, и этим самым ограничивая возможность всяких там фантазийных историй. Поэтому мы не причисляли себя к новаторам и не причисляли себя к такой культурологической, как бы, линии развития архитектуры. Ну, когда много рассказов, вот, а если смотреть на планы, то они бездарны абсолютно, ну, то есть нефункциональны, бессмысленны и прочее, неэффективны. А в основном, честно и открыто говорили, да, мы занимаемся коммерческой архитектурой. И если она получается красивой, ну, иногда получается, слава богу, ну, в общем, это бесплатное приложение, скорее. Там, через какое-то время это таким даже стало слоганом, что, ну, красивая архитектура, вы за это не платите. Это, так сказать, бесплатное приложение к качеству и разумности. Мы традиционно с самого начала имели, ну, во-первых, некий уровень заказов на так называемое сопровождение, да, на совместную работу с западными коллегами. В основном это были англоязычные люди, то есть это американцы, англичане. И в этом смысле у нас даже партнер был в свое время, американский архитектор, ну, он такой был серьезный специалист по интерьерам. Мы его с удовольствием приняли и взяли, потому что мы смотрели на, так сказать, развитие рынка с большой опаской. И несмотря на то, что происходило, мы понимали, что, в общем, интерьеры должны оставаться в компании, мы должны специализироваться. Это большой поток серьезных и интересных клиентов. Вот. А большая архитектура, вещь, конечно, хорошая, но при современном и, там, даже 15-20 лет назад, тем более, развитии строительной и девелоперской деятельности всегда были проблемы. Когда мы начали этим заниматься, первое, что мы для себя поняли, то, что это уникальная возможность зафиксировать в пространстве города вокзальную площадь. Вот худо-бедно, худо-бедно, три вокзала зафиксированы Ленинградской. Худо-бедно, значит, площадь Павелецкого вокзала зафиксирована вот этой Анковской псевдо-сталинкой. И единственное у нас получается, что площадь Белорусского вокзала, она вот оставалась как бы невыраженная в пространстве. Для этого эта башня и ставилась в том смысле, для того, чтобы обозначить наличие крупного транспортного узла в городской среде, который как раз находится на границе Каллежского вала. Чуть больше половины членов экспертного совета, это ИКОС, да, там, люди, призванные, так сказать, защищать и охранять московскую, там, архитектуру. Они поддержали нас, что действительно это правильное место, и здесь нужно с тем, чтобы общее пространство площади завязать, значит, сделать некое высотное, так сказать, здание. Вот. И уже и Кузьмин, на тот момент главный архитектор города, значит, подтвердил нам это. Ну и вот в этот момент вошел американский девелопер. Что делает американский архитектор сначала, да, не архитектор, а девелопер. Он зовет, значит, американских архитекторов, что, мол, типа, вы тут ничего не понимаете в высотных зданиях, вот мы сейчас вам нарисуем. Ну и нарисовали там несколько таких вот замечательных табуреток, вот. Ну и что, естественно, мы там работали там год над этой историей, и там активно и плотно и подробно там проработали всю эту историю. Вот. А в этом уже проекте этой башни уже были заложены вот эти диагональные ходы, ориентированные на храм. С этой идеи высотки к Юрию Михайловичу пришли, и там было не только наше предложение, а было предложение СВМ, американского архитектора, и там еще какие-то, BBJ, по-моему, еще кто-то. Ну и ввиду того, что Александр Викторович Кузьмин то ли не рассказывал заранее, то ли, так сказать, это, так сказать, варилось только в рамках Московой архитектуры, то Юрий Михайлович, как говорят, сильно удивился. Поэтому вся эта история с башни на этом и накрылась, и Кузьмин сказал, что, ну, говорит, я ничего сделать не могу, делайте низкий вариант. Ну и мы начали делать низкий вариант. Было решено провести конкурс уже с этими ограниченными по высоте параметрами. В результате, значит, в конечном итоге победила вот эта вот идея, которая несла в себе градостроительные идеи наши, то есть диагонального хода, и второго переулка, который был ориентирован на храм, вот, ну, уже, так сказать, это преобразилось в несколько другую такую историю. И этот вариант назывался «Бабочка». Ну и дальше, так сказать, была там совместная такая встреча большая, на которой было принято решение о том, что двигаемся по этому пути. Это вот история, как бы, вот этого выбора. Поэтому сказать, что там стопроцентно мы авторы, не скажешь, да. С другой стороны, мы оставались генпроектировщиками, мы провели все до конца, включая авторский надзор, вот, и участвовали во всех этапах развития. Ну и, соответственно, польская команда Шимонова и Цеховского, так сказать, тоже там с ними все было, так сказать, нормально. Нормально мы взаимодействовали, не ссорились, и у нас, в общем, сохранились хорошие отношения. Единственное, что мы всегда говорим, что, ребят, это не только мы, это, и, так сказать, мы тут, безусловно, участвовали недостаточно активно, но вот это вот авторская команда, которая включает в себя, по сути дела, этих вот польских архитекторов. Метрополис, интересная просто история. Во-первых, это очень крупный проект, 324 тысячи метров, это, в общем, в городе, это, конечно, для того времени это был, так сказать, такой шаг достаточно серьезный. Была там сверхзадача для нас, то, что клиент хотел стеклянную архитектуру, вот эту архитектуру, которая выходила на площадь, где должно было быть метро. Вот, причем 97% остекления, ну, то есть это практически сплошное стекло. И при любви мэра Юрия Михайловича Лужкова в то время ко всему, как он называл это плоскомордием, называл стеклянный фасад, то, в общем, предположить, что удастся сделать такое стеклянное, все довольно было сложно. Ну вот, как говорит, слава богу, Александр Викторович Кузьмин нас поддержал. Во всяком случае, для нас Метрополис был такой, ну, очень яркой творческой победой, с одной стороны, и с другой стороны, действительно, очень серьезный шаг, ну, профессиональный. Там, в принципе, такой формировался очень интересный игростроительный комплекс. И поэтому для нас, в общем, и я думаю, что в целом для архитектуры вот этот Метрополис, он там имеет существенное значение, потому что это был, в общем, первый опыт работы с такого масштаба, ну, реальный масштаб. Большие архитектурные объекты – это, скажем так, крупные политические события, в конечном итоге, и увязаны с интересами там и города, и власть имеющих, и деньги имеющих, и то, как они называют население. Исходя из того, что, значит, вот эти крупные объекты – это такая, как бы, точка соприкосновения очень многих интересов, это очень все политизировано. Но есть определенная разница, например, ну, вот эпоха Лужкова и эпоха Собянина, да, значит, и в той, и в той есть свои, там, позитивные стороны, и в той, и в той есть свои негативные стороны. Отсутствие вкуса градоначальника играет, конечно, существенную историю. Не зря вот упоминаемая плоскомордия, значит, это один из таких терминов, которые, ну, можно сказать, архитектурных терминов, которые были введены в оборот. Вот такая короткая история, когда на общественном совете мы показывали здание «Мерседес Плаза», вот то, что на Ленинградском проспекте, вот, и, значит, там Кузьмин доложил, ну, на общественных советах докладывал всегда главный архитектор, а не авторы. Авторы скромно там стояли в уголочке. Вот, и, соответственно, Кузьмин доложил, сказал, что очень хорошее здание, там, так сказать, оно могло быть и повыше, так сказать. Ну, потом берет слово Юрий Михайлович, говорит, да это опять ваша плоскомордия, мол, это опять стеклянная фигня, там. Ну, вот тут встал, значит, Платонов, потом Розанов, и академики все-таки как-то надо отдать им должное, активно поддержали, и, в общем, так немножко Юрий Михайлович, так сказать, сказал, что, мол, тихо, мол, это все-таки правильная вещь, и это надо разрешить. Ну, и разрешили. Из-за вот такого интенсивного внедрения 3D-моделирования и вот этих вот BIM-технологий, то, в общем, сейчас получается, что вообще, так сказать, профессия и, скажем так, проектный бизнес, вот, он меняется достаточно сильно, в какой-то степени под влиянием государственных, так сказать, надежд. Вот. Ну, государственные надежды, они всегда ведут, ну, в нашем государстве, во всяком случае, к снижению затрат, в том числе и на проектирование, а это, в общем, существенно выхолощивает, так сказать, вообще профессию людей, и, соответственно, такое будущее очень плохо проглядывается в профессии. Вот. В том случае, если это и дальше будет продолжаться, такая линия на снижение стоимости проектных работ.